Ежегодная Олимпиада по ОБЖ – отличный шанс проверить себя для тех ребят, которые с огромным удовольствием постигают предмет. Таковы в гимназии номер 4, где проходил заключительный этап мероприятия, собралось немало. Судя по тому, с каким энтузиазмом юные знатоки подходили к выполнению каждого задания, сомнений не возникало. Они основательно подготовились к Олимпиаде и даже копнули глубже школьные программы. Уверенно рассказывали о том, как оказать первую помощь при обморожении конечностей и обмороке. Выбирали из предложенных медикаментов, заданные, объясняли назначение предметов аптечки, первой медицинской помощи. Уровень подготовленности детей все время у нас растет и уровень повышается. Это говорит о том, что в школах уделяется достаточно внимания не только со стороны управления образованием, но и со стороны управления по чрезвычайным ситуациям, тех вопросов, направленных именно на обеспечение безопасности жизни, деятельности, пропаганды здорового образа жизни. Практическое задание было намного сложнее. Ну вот расскажи, какой вопрос тебе попал? Мне попался вопрос, что такое анальгин. Ты задумался? Факультативный курс по основам безопасности жизнедеятельности предложен ребятам с 1 по 9 класс во всех учреждениях среднего образования. В будущем учебном году ОБЖ станет предметом обязательным для изучения. Участники Олимпиады, отлично показавшие себя в испытаниях не совсем простых, прекрасно осознают, знания, полученные на занятиях в школе, пригодятся им в жизни. Четвероклассница Ирина Савчук, например, уверена, изучение ОБЖ поможет ей в будущей профессии. Девочка приятно удивила жюри своей подкованностью в вопросах медицины. Может, я, когда вырасту, пойду на врача, правила дорожного движения. Пригодятся в любом? Да. То есть, будешь дальше изучать этот предмет? Да. Глубоко, да. Хорошо. А в Олимпиадах тебе хотелось бы еще поучаствовать? Да. Об огромном интересе участников Олимпиады к владению полезными знаниями говорили их ответы на экзаменационные вопросы, их предприимчивость при решении практических задач. В ходе мероприятия школьники продемонстрировали жюри хорошую теоретическую базу. Лучшие знатыки ОБЖ по итогам всех испытаний были отмечены наградами и получили путевку на республиканский конкурс. В этом году достаточно сложно было оценивать и определять тех людей, которые выйдут в следующий этап, потому что из 50 предложенных вопросов они правильно ответили, вот те, которые выходят, это на 47-50 вопросов. Поэтому, сами понимаете, уровень достаточно высокий.